Пандемичный год показал, что в области остро не хватает строителей. А какое отношение в целом у абитуриентов к рабочим специальностям? Поговорим об этом с директором Амурского колледжа строительства и ЖКХ Евгением Тарлаковым. Евгений Александрович, доброе вам утро. Доброе утро. Здравствуйте. Стали ли студенты, ребята, выпускники из школ, больше обращают внимание все-таки на рабочие специальности? Или для них это все еще пока что ниже какого-то там уровня достоинства или что-то такое, как было раньше? Нет, рабочие специальности становятся более востребованными. Наверное, здесь много объективных причин. Первое, это, наверное, уровень заработной платы в профессии строителя, либо смежных профессий. Но второе, более компактное и эффективное время, которое потрачено на образование, либо 4 года после 9 класса, либо 3 года после 11, позволяет получить профессию и становиться экономически самостоятельным. Потом уже принимая решение, получать дальше высшее образование или нет. Александр Александрович, а если немножечко поточнее, вот мы сказали про зарплату, да, ну как-то так вот абстрактно. Давайте точнее, какая зарплата сейчас, ну вот взять строитель, например, какие деньги может получить человек? Объектов-то много строится у нас, да. Если мы будем говорить про строителей, которые кладут кирпич, каменщики, то есть там заработная плата может составлять 70 и более тысяч. То есть если квалифицированный с высокой выработкой специалист, он может получать и 120 тысяч, и больше. Но опять же это будет зависеть от квалификации. Молодой человек, который заканчивает, конечно, такие суммы сразу получать не будет, но он все равно будет получать заработную плату ниже средней по региону. И я считаю, что это достойная оплата труда выпускника колледжа. Начинающего специалиста, да? Начинающего специалиста, да. Опять же он не потратит столько времени, как человек, который отучился 11 классов, потом еще 5 лет отучился в университете, да, то есть человек уже при деле. А 4 года обучения, как по-вашему? Много это? Мало это? Я считаю, что современные технологии обучения могут этот процесс обучения сократить или перераспределить время обучения на время прохождения практики. И время получения, так сказать, новой информации, новых знаний. Сейчас, в частности, по строительным специальностям мы пересматриваем календарные учебные планы в пользу увеличения практической подготовки. То есть молодой человек после третьего курса будет выходить на 6-8 месячную практику в зависимости от его личного желания и будет уже трудиться на производстве, на штатных должностях и получать заработную плату. То есть будут выстраиваться долгосрочные отношения между работодателем и студентом, которые после его выпуска уже будут ему наиболее ценный его актив. Он уже пойдет на то предприятие, на котором он проходил практику. Конечно же, он будет уже получать заработную плату и он будет экономически самостоятельным человеком. Помимо строителей, на кого еще хотят амурские ребята выучиться? Кем хотят быть? То, что касается нашего колледжа. У нас специальности, которые обслуживают систему ЖКХ, это специалист ЖКХ, гостиничное хозяйство, системное администрирование. Как бы можно сказать, что это специальность далекая от строительства. Но сейчас то, что касается IT и цифры, может встраиваться в любую отрасль, в том числе и в строительство. Это и БИМ-проектирование, и в принципе другие моменты, связанные со строительством. Конечно же, сварочное производство, конечно же, наша традиционная архитектура. У нас 15 рабочих профессий, по которым мы ведем обучение и набор. Что можете сказать об интересе? То есть, если сравнивать по годам, сейчас сколько человек на место? Чувствуется, что... Конкуренция какая-то, да? Для этого есть объективные причины. Выпускники все больше и больше, точнее, школьники все больше и больше выбирают приоритеты пойти после 9 класса и получают среднее профобразование. Профессию, конечно же, их становится больше, конечно, конкуренция растет. До 4 человек на место, если говорить про системное администрирование, это 6 человек на место. Достаточно высокий конкурс. Ну и, конечно же, мы принимаем студентов в небюджетной основе, в том числе. Девчонок много? Девчонок много. Половина, как минимум. Половина? На рабочих специальностях? На рабочих специальностях. Я не вижу... Нет, нет, я не в том плане, что, ой, не женский труд. Просто действительно удивительно. Я про то, что, ну, вот взять мое время поступления, то есть, СУЗы как-то особо не котировали. Сейчас очень большая работа ведется на то, чтобы показать, что, ребята, рабочие профессии – это реально работа. И то, что девушки выбирают, мне кажется, это один из показателей того, что работа ведется. Я хочу сказать очень простую фразу. Нужно выбирать не образование, нужно выбирать профессию. Профессия может быть со средним профобразованием, может быть с высшим образованием. На самом деле, может быть профессия одна и та же. Профессия – иметь разные уровни подготовки, разные уровни образования. Получив профессию архитектора, со средним профобразованием человек идет работать, получает заработную плату, принимает для себя решение продолжить свое обучение, так сказать, систему непрерывной подготовки, непрерывного образования. Бог его знает, может, он дальше пойдет в аспирантуру, либо займется научной деятельностью. Но началом его карьеры по строительным специальностям будем мы. Какую работу ведете для того, чтобы популяризировать конкретно ваш СУЗ? Я не считаю работу популяризации чем-то таким локальным. Нужно делать правильные вещи, быть немножко впереди трендов, создавать современные условия обучения, создавать современную материально-техническую базу в виде площадок для демонстрационного экзамена, которые у нас в колледже уже три. На следующий год будет еще добавлено две. То есть это мировой стандарт образовательный. Я больше скажу, чек-листы, по которым сейчас сдают экзамены, те же системные администраторы, они приходят на английском языке, то есть они берутся с WorldSkills международного и по ним сдаются экзамены. То есть молодой человек уже идет с компетенциями, которые нужны непосредственно на производстве. Система образования меняется, уплотняется информационный поток для ребят. Для этого мы создаем электронную образовательную среду. То есть все мы прекрасно понимаем, что информация до молодого человека сейчас не исходит исключительно от педагога у доски. У нас есть огромное количество информации в интернете. Педагог является администратором учебного процесса. Ему главное взять за руку нашего ребенка, нашего студента и повезти по дороге сквозь вот это количество безумной информации и дать ему именно то, что нужно ему для будущей профессии. То есть саморазвитие здесь тоже роль играет в большом стиле, помимо учителя? Сейчас, я думаю, всем нам придется учиться всю жизнь. И вам в том числе, и мне в том числе, потому что современный мир не предполагает иного. Еще со сроками подачи документов, когда начнется принимать? Комиссия начинает работать с 1 июня, в таком большом уже формате. 15 августа мы завершаем прием документов и формируем списки на бюджетной основе. Продолжаем прием на внебюджетной основе и на заучное отделение в том числе. Очень хочется верить, что ребят придет большое количество и вы в кратчайшие сроки сможете обеспечить область рабочими руками. Спасибо большое за интересные ответы. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был Евгений Тарлаков, директор Амурского колледжа строительства и ЖКХ. А мы прервемся ненадолго, всего 10 минут самых актуальных новостей в эфире Амурского областного телевидения. Смотрим внимательно и не переключаемся. Продолжение следует...